МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще полстолетия назад эти небольшие суда в глазах адмиралов не представляли никакой ценности. Ведь по своей мощи они никак не могли сравниться с линкорами, крейсерами и даже эсминцами. Зато сейчас в иерархии надводных кораблей они прочно занимают вторую ступеньку после авианосцев. Десантные корабли в фильме «Оружие». Опыт многих войн 20-го столетия убедительно продемонстрировал, что высадка морских десантов является весьма эффективным методом ведения боевых действий. С развитием военно-морских сил возникла задача создания судов, которые были бы специально предназначены для перевозки вооруженных бойцов и высадки их на необорудованные участки побережья. Первые десантные корабли появились в боевом составе русского флота на Черном море, незадолго до начала Первой мировой войны. Суда этого класса назывались «Эльпидифоры». Они были заказаны в рамках военной программы 1915 года. Контракт предусматривал постройку 30 судов. Проект был разработан на основе чертежей рыболовецкой шхуны «Эльпидифор», которая имела хорошее мореходное качество. Такие корабли имели водоизмещение от 1000 до 1300 тонн. Они могли взять на борт от 500 до 1000 десантников. Также на верхней палубе судна размещались артиллерийские орудия, лошади и повозки. Вооружены «Эльпидифоры» были двумя-тремя пушками калибра от 120 до 37 мм и двумя пулеметами «Максим». «Эльпидифоры» можно считать самыми удачными и совершенными десантными средствами Первой мировой войны. Корабли этого типа принимали активное участие в десантных операциях, снабжении и перевозке войск, использовались для постановки и тралления мин, артиллерийской поддержки и охраны морских рейдов. Шесть кораблей «Эльпидифор», переоборудованные в минные тральщики и канонерские лодки, принимали участие в боях Великой Отечественной войны. Два из них погибли. После Гражданской войны в Советском Союзе долгое время не занимались ни разработкой тактики проведения морских десантных операций, ни строительством для этих целей специализированных судов. К этой теме вернулись лишь в середине 30-х годов. К тому времени СССР уже отставал от ведущих морских держав в проектировании и строительстве судов такого типа. Но приоритеты в развитии флота оказались иными. На строительство десантных кораблей не нашлось ни денег, ни времени. Интересные конструкторские разработки легли под сукно на целое десятилетие. В ходе Великой Отечественной войны Рабоче-крестьянский Красный Флот провел сотни десантных операций. Из-за отсутствия специализированных судов для этих целей использовались самые разные средства. От рыболовных шалант и малых охотников до эсминцев и крейсеров. Выгрузка боевой техники на необорудованное побережье с таких кораблей была делом крайне сложным, трудоемким и длительным. Это приводило к значительным потерям в глубине обороны. Первоначальный успех не развивался. Лишь в ходе быстротечной войны с Японией в 1945 году Тихоокеанский флот при проведении десантных операций использовал специализированные суда, которые продемонстрировали высочайшую эффективность. Но все эти корабли были предоставлены союзниками США и Великобритании по ленд-лизу. Окончание Второй мировой войны привело к радикальным военно-стратегическим изменениям. Бывшие союзники стали противниками. Начался период глобального противостояния двух сверхдержав Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Стартовала гонка ядерных вооружений. За расширение и перераспределение сфер влияния в мире развернулась борьба, сопровождаемая демонстрацией военной мощи. В этой игре мускула особая роль отводилась военно-морским силам. В отличие от Соединенных Штатов, Советский Союз не обладал флотом, способным решать разнообразные задачи на океанских просторах. В этой ситуации военно-политическое руководство СССР приняло решение об увеличении численности кораблей, повышении их боевой мощи, развитии всех средств и сил флота. Первая послевоенная кораблестроительная программа, рассчитанная на период 1946 по 1955 год, помимо боевых, надводных и подводных кораблей океанской зоны, также предусматривала строительство специальных десантных кораблей различного класса. За 10 лет предполагалось построить 5850 боевых кораблей и вспомогательных судов. Нашлось место в программе и для 195 десантных кораблей дальнего и ближнего действия. Однако экономика Советского Союза не могла справиться с таким масштабным заданием. Поэтому в отношении амфибийных сил решили ограничиться созданием малого танкодесантного транспорта. Изначально, когда морская перхота организовалась, были переоборудованы лесовозы, которые участвовали до войны под десантные корабли. Потом по необходимости начали строить малые десантные корабли. Ну, сколько их нужно было изначально. Проект получил индекс 450. Корабли этого проекта имели двойное назначение. В мирное время они использовались для перевозки грузов в интересах народного хозяйства. В военное время на них устанавливалось вооружение, и они использовались для выполнения боевых задач. Аналогичные варианты полувоенных десантных судов разрабатывались на Западе. Великобритания в 60-х годах построила серию из шести амфибий, названных именами рыцарей Круглого Стола. Сэр Ланселот, сэр Тристан, сэр Галахат и другие. Для них был характерен гражданский внешний вид, иллюминаторы в корпусе и надстройках, грузовые стрелы. Сэр Галахат погиб под бомбами аргентинских самолетов в 1982 году, во время войны на Фолклендских островах. Первый советский малый десантный корабль МДК проекта 450 был построен в 1951 году. На нем были установлены носовые сходни и четыре кран-стрелы. Габариты трюма позволяли перевозить три средних танка с экипажами, или столько же груженных автомобилей, или два артиллерийских орудия с тягачами, боевыми расчетами и штатным боезапасом. Всего до 1955 года было построено и сдано флоту 40 таких судов. Малый десантный корабль проекта 450. Длина 52 метра. Водоизмещение 660 тонн. Скорость 10 узлов. Силовая установка. Дизель мощностью 600 лошадиных сил. Дальность плавания 1600 миль. Экипаж 28 человек. После начала постройки МДК проекта 450 был разработан его усовершенствованный вариант. Проект 450 БИС. Он предназначался для перевозки более тяжелых образцов бронетехники, а полное водоизмещение составило 716 тонн. Мощность силовой установки была увеличена до 900 лошадиных сил. Заводы построили 35 кораблей этого типа. В 70-х годах все МДК проектов 450-450 БИС, входившие в состав ВМФ СССР, были переклассифицированы в военные транспорты для перевозки боеприпасов и имущества. Очередным шагом в развитии советского амфибийного флота стал десантный корабль проекта 188. Он отличался от своих предшественников, подчеркнуто военным видом и для мирных целей не предназначался. С 1958 по 1963 год было построено 19 судов этого типа. Средний десантный корабль проекта 188. Длина 75 метров. Водоизмещение 1460 тонн. Скорость 14 узлов. Силовая установка 2 дизеля мощностью 4000 лошадиных сил. Дальность плавания 2100 миль. Экипаж 66 человек. Корабль мог принять на борт 5 танков или 350 десантников с полным вооружением. Техника выгружалась на берег через носовые ворота по специальным аппарелям. К высадке готовились, загружалась морская пехота с техникой. Привязывали их, оружие, автомат, привязывали на технике, чтобы, если техника затонула, чтобы оружие осталось там же в технике. А потом, как только касались колеса берега, вот, это все отвязывалось, снималось и все, одевалось, выпрыгивали. Иногда даже выпрыгивали, что с головой в воду, как получалось уже там. Для размещения морских пехотинцев под танковой палубой были оборудованы специальные кубрики. Вооружение корабля составляли 4 скорострельных зенитных орудия калибра 57 мм. Ходовая рубка, мостик и поступравление высадкой защищались противопульной броней. Для своего времени танкодесантный корабль проекта 188 вполне отвечал требованиям флота и был способен выполнять задачи высадки тактических десантов на небольшом удалении от баз. В 40-е и 50-е годы развитие десантного флота во всем мире шло крайне медленными темпами. Активно строили новые суда амфибий только Соединенные Штаты Америки. После войны в Корее на верхних палубах американских десантных кораблей начали устанавливать взлетно-посадочные площадки для вертолетов. По этому же пути вскоре пошли и в других странах. Настоящим золотым веком советского десантного флота стали 60-е годы. Тогда появились корабли-амфибии сразу нескольких удачных проектов. Рассказ о них в следующем фильме «Оружие». Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова